всем добрый вечер открываем новую рубрику по теме что каждый раз когда мы будем куда-то есть делать какие-то профиля я бы эти разрезы профиля скачивать демонстрировать смотреть обсуждать данные как они видны какие сигналы и что видно я надеюсь что данная рубрика найдет отклик в наших сердцах и будет множество вопросов и мы будем дальше развивать канал и углубляться в познание генда роза то есть сейчас я распакую несколько профилей который сделал неделю назад мы искали железную газовую трубу диаметр трубы неизвестен итак поехали сейчас я ее куда-нибудь сохраню на рабочий стол например поехали сейчас идет процесс скачивания это займет некоторое время может быть я вырежу этот кусочек чтобы слишком долго друзья каким приложением вы скачиваете какой программой вы скачиваете данные с прибора напишите и так один файлик скачался пока свернем это приложение итак у нас есть один профиль один разрез на котором есть три отдельных сегмента итак с чего начнем проверяем параметры нашего настроек время 256 шаг профиля 20 сантиметров расстояние между антеннами 100 выставляем уровень нуля те кто не знает уровень нуля это чтобы глубина и расстояние 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 между антеннами соответствовали реально истинной глубине ставим уровень нуля 0 у нас сместился так итак что нужно сделать для того чтобы эти три профиля отделить друг от друга есть замечательная функция сдвинуть кадр вправо то есть выставляем шаг насколько нам сдвинуть эти профиля я ставлю 20 кадров до минимальное значение 20 кадров это 20 измерений которые вы нажимаете кнопкой на приборе вставлю 20 кадров подтверждаем сдвигается есть то же самое с этим кусочком нажимаю сдвинули отлично так попытаемся привести эти разрезы к тому виду какими вы их видите на экране прибора иногда бывает что хочется увидеть то же самое что видел на приборе но не знаешь как это сделать так производные функции два цвета ох уже красиво вот практически то же самое что мы видим на приборе что я видел с прибора и внимание привлек вот этот сигнал потому что никаких других сигналов не было то есть это видимо то искомая газовая металлическая труба вот от нее сигнал вот она же то есть это следующий профиль который сместились мы по трубе дальше по этой оси но оказывается труба идет немного под углом и вот мы прошли вершины гиперболы прошла в начале профиля то есть не так как нам казалось здесь вот это вершина здесь и третий профиль показывает что труба совсем отклонилась она совсем не по прямой перпендикулярно дороге лежали а так по касательной уходит в частный сектор вот эта труба так вернемся к производной функции я не думаю я надеюсь что многие пользуются этой функцией она замечательно и сразу показывает что есть на разрезе то есть первый первая гипербола первый объект вот он лежит сразу видно вершину гиперболы без всяких одна труба вот практически на этой же глубине эта же труба и если верить это гиперболе я и верю это эта же труба на третьем профиле она покрасивее но она чуть больше раскрыта потому что мы к ней проходим не под 90 градусов а немножко под неправильным углом и поэтому крылья нашей гиперболы расползлись в целом все еще видно красиво что бы я посоветовал для такого профиля сейчас покажу когда ваш профиль например как с лазой 3 лазой м ваш профиль 512 нс то есть достаточно глубоко это порядка 25 метров глубины что вам нужно сделать вы хотите ваши объекты приблизить чтобы их было лучше видно чтобы они не были поджаты к верхушке вы берете вот эту замечательную кнопочку ст изменить файл по оси y и нажимаете подтверждаете и ваш разрез должен встать не 512 нс а 256 нс а потом берете и изменяете ваш разрез по оси икс растягивать его в два раза потом не забудьте в крыте поменять шаг что у вас шаг увеличился уменьшился вернее ставите его они 20 10 сантиметров сворачиваем я беру гиперболу и мои объекты сейчас замечательно мне видны им огромном формате так ну и вот эта труба тоже замечательный пример так вот здесь сейчас я отделю вот этот профиль от остальных кажется что там в начале есть еще несколько объектов давайте с ними разберемся разберемся так у нас есть объект вот таков но это однозначно наземный объект назначено наземный объект потому что скорость у него 12 и 6 12 и 6 это вот это объект пришел с воздухом возьмем нашу вот эту гиперболу которую мы прошли по металлическому объекту здесь у нас учитывая мы знаем что мы немножко неправильно про них прошли не по 90 градусов а немножко по касательной она у нас 87 это удобоваримая скорость то есть любая скорость до 9 до 10 это может быть объект и на этой скорости на вершину этого объекта показывает на на метр 90 пойдем на этот объект так примерим 6 6 глубина объекта 195 то есть 196 195 а в этой примерно тоже самое те же 179 ну пусть будет так это как один из примеров когда нужно увеличить ваш разрез и что-то на нем увидеть потому что иногда возможности нету потому что ваш разрез очень глубокий то есть повторяю для лозы 3 лозы м 256 наносекунд по-моему там нет такого режима там есть только режим 512 то есть вам очень необходима вот эта функция изменить файл по оси y видите вот время здесь получается 128 наносекунд шаг шаг на глубине 10 сантиметров я поставлю чтобы было 126 наносекунд здесь можно увидеть дальше дальше что еще было бы интересно так я вернусь к режиму которым неудобен так чем хорош чем хорош этот пример тем что на этом примере у нас есть три разных вида одного и того же объекта то есть не часто такое бывает то есть у нас есть одна и та же металлическая труба с газом это газ под давлением если кому интересно для понимания что же там в этой трубе у нас есть три обстановки у нас есть два типа неясные гипербол которые просматриваются первая гипербол которая просматривается вот она вторая гипербол которая просматривается вот она и третья прекрасно видимая гипербола и набор воздушных объектов то есть все эти три типа сигналов вы можете встретить по одному и тому же объекту во время своих поисков то есть будьте готовы к тому что это не будет классическая гипербола как это то есть здесь по-видимому достаточно утрамбованный грунт достаточно достаточная влажность достаточно равномерный грунт по составу здесь же что-то пошло не так с этими грунтами здесь то же самое то есть видимо близость дороги видимо какие-то вот тут может быть даже какие-то следы траншеи которая была уложена эта труба здесь также просматривается здесь уже страншеи похоже то есть я надеюсь что подобное знание вам пригодятся чтобы не потеряться в том всем разнообразии сигналов которые вы можете увидеть с экрана прибора но наличие сигнала на экране прибора это уже хороший знак то есть если у вас вы не видите сигнала с прибора то никакая программная обработка затирка выпрямление искривление это все не поможет если видит экран если видит сигнал на экране то и дальше вы увидите если вы будете ловить воздушку никакое фильтрование никакая фильтрация вам потом не поможет на этом все задавайте вопросы давайте находить ответы всем счастливо всем пока вы не что не что вы не вы не вы Продолжение следует...